МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале ОБНИНСК ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгий Разуваев. Вот о чем расскажем сегодня. Губернатор региона обсудил с членом Общественной палаты России и проблему перевозки детей на школьных автобусах. Масштабные работы по капитальному ремонту в детской школе искусств номер 2 выполняются в рамках нацпроекта. Почему около Белкинского пруда нельзя организовать пляж? Растение терминатор, вобнинский борщевик тоже есть, и коммунальные службы стараются его обезвредить. 14 июля в Калуге прошла рабочая встреча губернатора области Владислава Шапши с директором Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, членом Общественной палаты Российской Федерации Натальей Агре. Обсуждались вопросы повышения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП с участием детей. В разговоре участвовали министр образования и науки региона Александр Аникеев и начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов. Наталья Агре отметила высокий уровень взаимодействия с региональной госавтоинспекцией, сложившейся за последнее время. На встрече речь в том числе шла о перевозках детей дошкольного возраста с соблюдением требований безопасности их транспортировки. По словам Владислава Шапши, в последнее время участилось число жалоб от жителей области на отсутствие возможности перевозки дошкольников в детские образовательные учреждения предприятием «Школьный автобус». Мы одним из первых в стране создали тогда, если не первыми, 2002 год, первыми, да, школьный автобус, предприятие, которое до сих пор у нас успешно функционирует. И 12,5 тысяч школьников у нас ежедневно перемещаются с помощью этого предприятия. Там 300 под 400 автобусов уже есть, да. Но есть одна сложность. То есть на фоне таких больших цифр школьников есть всего там 323 ребенка, которым нужно попадать в детский садик. Как правило, это братья и сестры, да, и родители вынуждены, проводив школьника, потом каким-то образом на перекладных добираться в детский садик, потому что по действующим ГОСТам в этих транспортных средствах нет сидений, оборудованных изофиксовыми креплениями. И мы не можем младшего возраста ребенка там безопасно, соответственно, в ГОСТам перевозить. Наталья Агре поддержала данное предложение. Я думаю, что сейчас и будет следующая правка, комиссия по безопасности дорожного движения. Вот, я думаю, что еще раз туда этот вопрос нужно будет вынести. Ну, как пилотный проект. Да. Член общественной палаты посоветовала проработать этот вопрос и на местном уровне, пообщаться с руководителями предприятий, чтобы они помогли переоборудовать школьные автобусы, и этот опыт можно будет распространить в других регионах. Для большого количества родителей это будет значительная помощь. Что касается создания школьного автобуса, то этот проект я всегда привожу в пример, отметила Наталья Агре. В рамках рабочей поездки в Калужскую область Наталья Агре приняла участие в заседании круглого стола по вопросам подготовки водительских кадров, а также посетила Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, расположенный на территории областного центра. В минувший четверг глава администрации Наукограда Татьяна Леонова посетила пленэр, который проходит на территории Морозовской дачи. Стартовало мероприятие 10 июля, и традиционно для жителей и гостей города подготовлена художественная программа, в рамках которой проводится ряд мастер-классов художников. Подробности в репортаже Кристины Забожко. В преддверии празднования дня рождения первого Наукограда на территории усадьбы Турлики Михайловская открылся пятый художественный пленэр под открытым небом, в котором ежегодно принимают участие не только профессиональные художники, но и любители. Благодаря этому событию появляется возможность открыть новые лица в мире изобразительного искусства. 15 июля глава администрации города Татьяна Леонова посетила мероприятие. Сити-менеджер отметила, что Обнинский пленэр – это удивительное событие, где собираются творческие люди, художники из разных городов. Здесь можно посмотреть на творчество, получить вдохновение, пообщаться с художниками и жителями, любителями искусства. Пленэр – это такое удивительное событие для города, когда собираются художники, не только обнинские, но и из округи, из Калужской области, из Москвы, Московской области, для того, чтобы запечатлеть нашу прекрасную дачу Морозовых. Кроме того, это возможность для каждого жителя попробовать себя, потому что каждый день проходят мастер-классы. Это возможность для наших ребят, которые в художественной школе учатся, тоже попробовать свои навыки и запечатлеть Морозовскую дачу или интерьер Морозовской дачи. В этот день Татьяна Николаевна присутствовала на мастер-классе художника Юрия Шерова. Сам живописец рассказывает, что это мероприятие для него, как основное, первое. Было интересно рассказать сам процесс и суть хода своей работы, действий, делится с журналистами Юрий. Работа, конечно, была взята по теме самой Морозовской дачи. И основное, в принципе, название, что здесь будет музей скоро, как говорится. И это как бы сюжет подготовки здания музейной экспозиции к самому созданию музея. Не то, что прямо в этих частях, а просто человеку хочется на данной картине, персонажу хочется, чтобы здесь побыстрее стал музей. Уже завтра на Морозовской даче в торжественной обстановке состоится закрытие пленеры и подведение его итогов. Финальным аккордом мероприятия станет концерт камерного оркестра «Ренессанс» и фортепианной музыки Сергея Терехова, лауреата международных конкурсов, правнука создателя усадьбы Виктора Петровича Обнинского. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Как сообщает пресс-служба клинической больницы номер 8, на этой неделе началась инструментальная экспертиза зданий медицинского городка на улице Пирогова. Они были построены еще в 50-е и 60-е годы. С тех пор не ремонтировались капитально ни разу. Только проводится косметический ремонт. И то не часто. Неврологическое отделение уже переехало. Кожно-венерологический диспансер, психиатрия и наркология пока остаются на своих местах. Чисто визуально здание близко к аварийному. Но, конечно, до завершения полного инструментального обследования окончательные выводы делать преждевременно, приводит пресс-служба слова строительного эксперта Олега Китаева. Продлится экспертиза до августа. По ее итогам станет понятно, в каком состоянии постройки. Либо речь идет о капитальном ремонте и реконструкции, либо о списании, консервации и сносе медобъектов с переездом отделений в другие здания и строительством новых корпусов, отмечает руководитель клинической больницы Олег Ярошенко. В рамках национального проекта «Культура» капитальный ремонт проводится и в детской школе искусств номер 2. Ремонт масштабный, обновление системы отопления, электроснабжения, а также приведение в порядок фасада здания. Удалось освежить помещение библиотеки, где заменены окна, линолеум и уже установлены новые батареи. Как сейчас проходят ремонтные работы и с какими трудностями столкнулись в Обнинском учреждении культуры, расскажем в следующем сюжете. Обнинской детской школе искусств номер 2 в этом году исполнилось 40 лет. За это время инженерные коммуникации пришли в состояние, которое потребовало капитального ремонта. Учреждение культуры в 2021 году вошло в подпрограмму федерального проекта культуры, и на проведение ремонтных работ ДШИИ номер 2 были выделены средства в размере 8 с небольшим миллионов рублей. Эти деньги направлены на капремонт систем теплоснабжения и электроснабжения. В первом случае всё сложилось удачно. Конкурс выиграло калужское предприятие, в здании были заменены старые батареи на новые, система отлажена. В настоящий момент работы на завершающей стадии, готовится необходимая документация. Мало того, во время электронных торгов учреждение культуры смогло сэкономить около миллиона рублей, которые были направлены на приведение в порядок фасада здания школы и небольшой косметический ремонт после замены элементов отопительной системы. Но вот с другими планами сроки сдвигаются. Подрядчик по ремонту системы электроснабжения пока не определён. Первый раз разыгрывали в феврале, и ремонт планировался в мае. Но подрядчик, когда пришёл, выяснилось, что не та марка кабеля заложена по проекту. И он стал перед проблемой. Ему нужно было покупать новый кабель, потому что тот, который по проекту у него был уже закуплен. А новый, вы понимаете, нужно было вкладывать ещё деньги. Весной выросли очень цены. Поэтому подрядчик, можно сказать, отказался от проведения работы. По словам директора детской школы искусств, второй раз конкурсные процедуры не состоялись, потому что в процедуре участвовал только один желающий взяться за порученное дело. И торги были отменены. И вот, как в сказке, новая попытка испытать удачу. Третий раз мы выложили этот пакет документов на проведение конкурса. И вот в понедельник, 19 числа, мы с нетерпением ждём, кто же, наконец, будет делать у нас ремонт. Если на этот раз всё сложится успешно и подрядчик вовремя приступит к выполнению работ, капитальный ремонт завершится вовремя, до начала нового учебного года. Выполнив такие масштабные работы, школа искусств будет строить планы по дальнейшим изменениям к лучшему. Елена Фильна, Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Пляжный сезон продолжается. И на сегодняшний день известно, что в Обнинске организовано одно место для купания – городской пляж. Однако качество воды в реке Протве не соответствует санитарным нормам. Помимо пляжа, одно из облюбованных обнинцами мест – Белкинский пруд. И некоторые горожане задаются вопросом, а можно ли организовать место для купания и около этого водоема. За ответом корреспонденты обратились к начальнику третьего пожарного спасательного отряда Федеральной противопожарной службы. В Обнинске помимо городского пляжа жители посещают и другие места для купания. Одним из популярных стали Белкинские пруды. Однако сегодняшняя статистика говорит о небезопасности данного водоема, который унес уже три человеческие жизни. Но даже эти происшествия мало кого останавливают. Почему же Белкинские пруды – место, которое не предназначено для купания в летний зной? В понедельник на планерке уже задавался этот вопрос, и я говорил, решение простое. То есть каждому человеку спасателя не представишь. Это то же самое, как каждому человеку не представишь сотрудника полиции, когда случаются какие-то мероприятия правоохранительного порядка, нарушение правоохранительного порядка, так и здесь. Белкинский пруд – хорошее место для отдыха вокруг, но не для купания. Большое количество так называемых ключей приводит к таким результатам. Действительно, неоднократно говорилось о том, что в Белкинских прудах бьют ключи, из-за чего происходят резкие перепады температур. Разница составляет 10 градусов. То есть вот представляете, распаренный человек, который только что загорал на солнце, он спокойный начинает, он же не просто заходит, он же ныряет, пытается глубину проверить и все остальное. Идет из-за разницы температуры резкая нагрузка на организм. И отсюда все, что угодно может пойти. Вплоть до того, что и тромб может образоваться, и забиться, и все остальное. То есть давление подняться. То есть не каждый взрослый, готовый к перегрузам человек, может выдержать такое испытание. Обыкновенное шоковое состояние или потеря сознания, рассказывает Иван Дьяченко, этого хватает, чтобы за 10 секунд человек успел наглотаться воды. Из-за этого следует и запрет на правильную организацию купания на данном объекте. Однако, вопреки всему, люди игнорируют предупреждение спасателей о том, что на Белкинских прудах купаться запрещено. Поэтому сотрудники службы стараются патрулировать и этот участок. Проводятся профилактические беседы с обнинцами. Ведь колючей проволокой водоем не оградить. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Летом наступает время борьбы с борщевиком. Годами идет эта битва, а борщевик, не прикладывающий никаких усилий, если не побеждает, то неплохо держится. В Обнинске, по крайней мере, на общественных территориях и городских улицах заросли этого растения не встретишь. Но борщевик Сосновского в Наукограде все же растет, и коммунальщикам приходится иметь с ним дело. С которым постоянно ведется работа в течение сезона. Сначала борщевик обрабатывается специальными растворами, потом выкашивается. Процесс полного искоренения займет несколько лет. До этого, отмечает исполняющий обязанности директора, в основном просто косили. Сейчас рассчитывают на полное уничтожение, применяя гербициды. Для жителей опасности обработка химии не представляет, уверяет Дмитрий Федоров. В Обнинске очаги расположены на окраинах, вдалеке от мест скопления людей. Ранее названные цифры только звучат страшно. В жилых кварталах, во дворах этого растения в Наукограде крайне мало. Единичные случаи. Территория, на которой проводилась обработка, это трасса М3 от Добринского поста до Мишкова, микрорайон Овнинская, пляж в районе Пополовка, улица Дачная в районе Кончаловки и Кобицыно. На этой неделе планируется обработка и удаление борщевика. Сначала обработка будет гербицидом, потом удаление по улице Садовая и в районе Гранолыжки. Дмитрий Федоров говорит, что если обнинцы обнаружили где-то на территории города очаг борщевика, лучше о нем сообщить в администрацию или в коммунальное хозяйство. Выявленный участок включат в план обработки на следующий год. Иначе вредоносное растение может начать распространяться по окрестностям и проделанная ранее работа пойдет на смарку. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, Фейсбук, Вконтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До понедельника! Редактор субтитров А.Семкин